Привет, привет. Совсем забыла про перископ, что-то вообще практически не веду трансляции. Нос чешется. Как дела у вас? Саша монтирует новый влог. А я смотрю по каналу Бигуди Семени Мелодрамы. На море круто. Я дома. Саша монтирует видео. Ой, что-то мне спать захотелось. Что мы делали сегодня? А что мы сегодня делали, я думаю, вы увидите во влоге. Упал с третьего этажа, переломал две ноги. Я, конечно, сомневаюсь, что это правда. Почему вы не поедете с Сашей за границу? Я не знаю. Это очень сложный вопрос, на который я даже не могу ответить. Алена, ой, Анелли, привет. Привет из Казахстана. Я смотрю Семени Мелодрамы. Меня так бесит, когда мои трансляции загружают на YouTube, потому что я захожу сюда просто от того, что мне, например, скучно, или я хочу с вами пообщаться. Ни о чём, просто даже посидеть, помолчать, повтыкать, почитать то, что вы пишете. И когда я вижу это видео на YouTube и под этим видео комментарии а-ля, что за бред, видео ни о чём, кто это вообще... Ну, так а зачем грузить это на YouTube? Это же тупо. Зачем? Я это делаю не для YouTube, а не для того, чтобы потом читать, что за бред и разговоры ни о чём. Понятное дело. В общем, если увидите это видео на YouTube, пожалуйста, не надо говорить оно ни о чём вообще, что это за бред. Потому что оно реально ни о чём, и это бред, но это не для YouTube. Это просто перископный видос. Да я откуда знаю, где Кирюша? Нет, зарубежных блогеров не смотрю. Господи. Я уже свой маникюр показывала, вы же видели в Instagram фотографии есть. Саша, я не знаю, забыл, забыл и забил, походу, на перископ. Волосы красивые, да? Они немытые. Только за тебя ещё проблем не хватало. Волосы красивые. Я? Нет, да и не уставшая. Я не знаю. Нет, я не хочу, не люблю Одессу. Юля, привет. Тебе передаю. Мне 14? Ну, спасибо. Ну, нет, мне 24. Нет, я брови не крашу. Хотя нет, я их крашу тушью для бровей, но очень редко. Тетти Ткачук мой называется канал. Не знаю, я не смотрю влоги Андрея. Я на него даже не подписана. Мне ничего не делала. Это фейк Саши, это не Саша. Да, монтирует. Ну, я могу, конечно, попытаться показать, но... Будет злой. О! Саша только что двери закрыл специально. Специально закрыл дверь, чтобы я вам его не показывала. Смотрите. Сейчас. Дима, я не хочу, чтобы вы больше разговаривали. А что двери закрываешь? Боишься? Что? Я отказывалась. Саша говорит, ты меня в перископ. А что, ты не хочешь, чтобы тебя увидели в перископе? Я все ждала, что я в проскосе и держу снова с тобой в день. Ого! Вы посмотрите. Главное, как мне тыкать камерой в лицо в любой момент. Значит, можно. А как Сашеньку показать в перископ нельзя. Закрыл двери. Ого! О, вот это комплексы, да? Ну, я не знаю, что это вообще было. Ну, короче, вы поняли. Вы все выделили. Слева нужна сковная помощь. А ты что? Подгораешься? Глупо. Я пришла, потому что я в твоей группе в этой истории. Ну, кто кого? О, да. Социофоб. Угу. Я бы сказала, кто. Орёт там дебильчик в другой комнате. А почему Саша канал с пазлами забросил? А это вы можете спросить у Саши. Что? Сейчас? Сашенька, не плачь. Ну, скорее второе. Каналы... Каналы. На мелодрамы идут по каналу Бигуди. Если у вас есть такой канал Бигуди, тогда включайте Бигуди, и там идут все мэни мелодрамы. Я пожалею Сашу, не переживайте. А потом мы все вместе его пожалеем. И всё будет хорошо. Я... Какой кофе в Starbucks ты любишь? Мне нравится капучино. Мы с Сашей пробовали с малиной вкусное, с кокосом, ещё с карамелью или какой, я не помню уже. Боже, как мне, Саша, жалко. Жалей его каждый день. Да, если ты его сейчас простишь, дальше точно так же будет. Пойдём, говорю. Ну, всё правильно баба говорит в телевизоре. Если ты его простишь, дальше всё точно так же будет. Нельзя прощать мужиков. Они не ценят этого и продолжают делать свои плохие дела. Нет, мы телек не купили. У нас был телек фиговенький такой. В этой квартире. И мы его подключили и смотрим теперь. Что, мальчик или девочка? Что, пираты Карибского моря? Я что-то не понимаю, о чём вы пишете. Кузов Владимир Андреев. Здесь вы живёте? Да. А что случилось? Я на данный момент не знаю, сколько вешу, потому что у меня дома сломались весы, а здесь весов нет, поэтому не знаю. Я не понимаю, что происходит. Вот-вот. Всё правильно Настя, Димка. Если я правильно прочитала, говорит. О, во Львовне. Не хочу. Я уже там была и жила. Блин, маникюр слишком яркий, будто неоновый. Такой яркий-яркий вообще. На телефоне яркий. Конечно, на Отряд самоубийц пойду. Я очень жду этот фильм и хочу побыстрее, чтобы он уже вышел. У меня рост 170. Блин, почему у меня так чешется уголок глаза? Уже целый день. Что это значит? Ужас. Ну, не часто, но раз в неделю точно бываю у себя дома. Забираю там посылочки всякие и всё такое. Сегодня уже вышел этот фильм и всё. Тогда я должна завтра пойти на него. Правда, Саша не захочет. Он такое не любит смотреть. Пойду, наверное, с братом с сестрой, либо же одна. Я не знаю всех этих. подробностей не в курсе я не общаюсь с андреем и с миленой тоже особо мы не общаемся ну так ну что не спишь а сколько сейчас времени рановато еще для сна наверное да я не могу понять почему так всех все время интересует вопрос кто присматривает за моей кошкой но мама кошка живет с моей мамой не переживайте моя кошка даже если неделю не будет кушать у нее такой запас жира что на месяц наверное протянет до меня приглашали на жару и везде короче звали но я как-то даже не реагирую на эти письма так что вы пишете не могу понять саша закрылся в комнате и плачет спасибо я дома шапина это так странно прозвучало дома в шапе как будто гости пришла сколько платят за жару я не знаю вообще ничего в этих мероприятиях не понимаю для чего они и что там делать спасибо лагает ну возможно с интернетом у нас проблемы небольшие бывают о боже шапик у меня трансляции шок надо срочно скриншот сделать да он плачет представляете сидит там и плачет почему плачет не знаю наверное опять его чем-то ранило до глубины души так какая супермодель по-украински господи не смешите меня алина передаю тебе большой привет расскажи о своем питании значит у меня там холодильничке лежит кровяночка которая вчера купила завтра значит я ее себе сутрица пожарю как англичане едят кровяной пудинг а я с утра просто пожарю себе кровянки и будет мне счастье саша плачет из-за того что я купила кровянку кончики бывает часто бывает редко под настроение корыто я твоя корыто ты моя копыта вместе мы с тобою всегда да петь я не умею конечно у меня много других талантов о как-то это вышло неприлично ладно я думаю никто ничего не заметил что такое кровянка и так сейчас я всем расскажу внимательно слушайте и записывайте что такое кровянка значит берется кишка не человеческая естественно животного происхождения потом в эту кишку запихивается смесь с крови кабана вроде бы так гречки и сало соли и перца и все это заливается в кишку потом запекается в печи ну как то так вроде бы и жарится на сковородочке вот так вот получается очень вкусно меня просто бабушка как-то с детства приучила кушать кровянку я ее очень люблю и вот завтра буду себе жарить кровяночку показать кровянку вам показать кровянку кто не видел или нет просто мне лень вставать с дивана она там в холодильнике лежит да ладно покажу кровянку значит вам так я купила ее в лесель по так сейчас покажу вам кровянку чем же я занимаюсь в 11 часов показываю людям как выглядит кровянка вот в таком пакете она выглядит она немножко неприлично вот это кровянка это сало кровь и гречка вот и завтра я буду это жарить на сковородке и кушать так сейчас секундочку фу ничего не фу, знаете как вкусно у меня я не знаю какой вес весов нет у меня тут вырос такой будет еще видео о покупках ну если мы хорошенько так отоваримся то будет ужас боже да как это можно есть как в англии люди это едят на завтрак причем ну так это и есть по сути колбаса не общаюсь иногда смотрю на фотки своих бывших одноклассников мне немножко смешно сашенька не плачь не утонет у речки мяч утонет талант кровянка это дорого нет недорого когда влог ну возможно завтра или послезавтра купишь новый мяч а почему бы нам не поговорить о кровянке мой перископ о чем хочу а то мы разговариваем ой у меня так телефон нагрелся уже поп или классика не знаю что ты еще любишь кроме кровянки все блин меня глаз чешется ужасно что делать ой у меня уже слеза потечет у меня шестой нет корыто это шапик я уже пела не буду потом посмотрите перелистаете запись я не буду удалять трансляцию спасибо да я всегда у меня чешется глаз я потом вот так вот могу целый день его натирать вот маникюр я не умею рэп читать так да почему то право плохо так что вам еще рассказать такого интересного кроме кровянки конечно же за все уже вроде не чешется не хочу потому что она очень сильно она сейчас линяет и как бы все будет шерсти вся весна и все июле на конспорном слове ого саша да ты просто супер тролль это так смешно было интересно как же я к тебе приду даже если захочу вдруг очень сильно у тебя закрыта дверь но ты открой дверь давай и что теперь делать почему ты к милене так вы же хорошо общались как так как так кому шутки кого за 500 для динозавров надо уже за миллион не уж саши шутки кому за 40 но за 50 даже за 60 вот так да вообще шутник просто невероятно шалун баллон пить из трубочки как-то по-гейски да вы что у меня такая фоточка есть сегодня называется фотосессия саши с трубочкой я вот подумаю не подумаю а вот да подумаю выкладывать это в твиттер или нет я думаю все очень оценят выкладывать да да господи зачем вы мне пишете о мартыненко мы не общаемся мартыненко иди ко мне я беременна это временно о мистичные истории гадалка или как то там еще что то люблю такие передачи смотреть я не общаюсь ни с кем кроме саши ну почти о о ого ты хочешь чтоб тебя голову все увидели ты что конченый? что ты делаешь? я не забыла я не забыла